всем привет вот начинаем мы с вами кулинарную тему тема звучит так запеканочка приехали друзья с фирмы туристическая ларуси и решили мы сделать запеканку вот взяли фаршик а разогреваем сковородку сковородочку под названием вог и обжариваем фарш достаточно при высокой температуре все это обжаривается перемешиваем одновременно чистим картошку мы взяли такой пакетик фарш его из расчета на четверых почти или картошку приготовили чтобы все у нас уже стояло и было готово использую после этого этим фарш у нас уже принят такой коричневатый вид берем немного муки так из расчета 3-4 ложечки наливаем водичку сушим муку на сковородке эти просушиваем и подсушиваем туда правильно сказать подсушиваем наверно так сушим вот делаем добавляем немножко туда воды получается такой киселеобразная такая масса вот одновременно мы мешаем все это дело все это должно превратиться в некий кисель добавляем немножко соли это время берем перец туда же добавляем перец вот в эту киселеобразную жидкость там была соль напомню вода и мука удаляем все кусочки которые получились вот после этого добавляем все фарш который у нас уже прожарим превратился из розового в коричневый ну вот мы удаляем остатки муки соли перца все это кидаем выливаем фарш получилась такая не могу сказать очень красивая но в общем неплохая такая масса масса которая тоже вот видите она в букина стоит выпаривается оттуда вода в результате она будет очень такая ну не водянистая берем противень смазываем маслом специально для того чтобы ничего там не пристало когда мы будем все это делать духовке смазываем маслицем потом наверно я так предполагаю еще порежем туда кусочки да правильно я предположил нарезаем там в общем то в принципе можно нарезать но хуже не будет нарезаем туда кусочки масла все это делается по поводу того чтобы че не приклеилось вот у нас выпаривается масса который выходит который входит фарш мука вода соль и перец это время мы нарезаем мелкими кусочками картошку так чтобы сделать такой некий многословный пирожок вниз кидаем картошку после этого выкладываем туда нашу массу с фаршем на картошку опять режем картошку мелкими кусочками в это время на терке большой прием сыр самый обыкновенный можно я брал российский добавление какую-то очень достаточно дорогого сыра просто не хватило вот вкладываем туда помидорчик остатки у нас были помидоров даже картошку то есть делаем некий такой некое подобие пирожка многослойного входит картошка помидоры фарш вот добавляем туда немного томатной пасты красиво смотрится я бы сказал эстетично добавляем сметаны хотели майонез но потом пришли к выводу что майонез конечно будет здорово вообще надо мы надо поменьше есть его едим в общем там очень хорошего все-таки сметана есть и там все-таки знаешь с чего делают а майонез тоже непонятно кидаем туда сметанки эстетичным пальчиком получилось такой у нас красотища смотрится неплохо засыпаем все это сыром сыром засыпаем достаточно плотно достаточно плотно ну и все это дело отправляем духовку духовку у нас видите на последнем делении ставим на 40 минут у меня есть такой таймер я его купил наших друзей из китая очень хорошие вещи рекомендую поставил включил и забыл через 40 минут он будет свистеть вот прошло время некое вынимаем в принципе там все уже готово вопрос только в картошке как она дошла если картошка дошла то все хорошо все я люблю аль денте чтобы такой был картошка не совсем прям уж даже но получилась такая красота вот наша запеканочка сейчас порежем поставим на стул морем бокальчику вина кто хочет пиво будет пиво пить показали как делается запеканка по моему вот эту элементарная вещь который может делать любой человек она просто не лениться не бояться ничего . винца режем эту красоту раскладываем на тарелочки и сгиканьем говорим пиво от ларуси спасибо специалистам из фирмы ларуси мне конечно спасибо что я все это заснял я сделал видео а вам спасибо что вы посмотрели всем приятного аппетита пока до встречи